Самый большой парк Барнаула, юбилейный. Уже 20 лет его территория как джунгли, существует сама по себе. История парка крашена в разные оттенки. В наше время здесь подвергались насилию десятки девушек, в 20 веке в парке хоронили японцев. Это памятник военнопленным японцам. Они работали в Барнауле на предприятиях и стройках, а еще Ту-104, он тоже здесь был. В 80-х юбилейный – это центр притяжения всего потока района Малосемеек. Надеюсь, что восстановят. Он такой у нас был хороший 40 лет назад. И асфальтовые дорожки, и качели, и карусели. Даже колесо обозрения было в моей молодости. Выделили прошлый год, но ничего не сделали. Не верите в то, что парк будет? Конечно, не верю. В этом году в парке начались масштабные работы по возрождению. Из конкретных шагов – субботники. На перспективу – проект обновления. Через пять лет, а то и меньше, у юбилейного есть шанс выглядеть так. Почти 60 гектаров будут опоясывать дорожки для бегунов и велосипедистов. Появятся универсальные игровые площадки для райдеров, баскетболистов, волейболистов и теннисистов. Серьезное вложение – это миллионов по 100 в год, лет 5. Плюс миллионов по 30-50 на текущее содержание. У нас бедный все-таки край. Откуда брать такие деньги? Поскольку земля не разграничена, такие деньги взять неоткуда, потому что парк не может принимать участие в федеральных программах. В этом случае что делать? В этом случае должна быть организация, юридическое лицо, которое будет официально управлять этой краевой собственностью. И тогда мы можем участвовать в федеральных программах. Знаете, в Томске есть своя аллея страха. В нашем юбилейном парке нечто подобное тоже можно сделать. Прямо за мной дерево. Смотрите, внизу сердечко, а сверху чертовы рога. Ну а если без шуток, в парке действительно страшновато. Повсюду растет клен. Его в планах хотят вырубить и вместо него посадить хвойные деревья. Среди неравнодушных Владислав Вакаев. Сегодня мужчина возрождает парк Изумрудный. Считает, что этот опыт запустит процесс в юбилейном быстрее. Но задача куда масштабнее – создать в городе зеленые коридоры. Они свяжут между собой все места отдыха. Когда мы заходили в Изумрудный, знаете, тоже был такой шок, господи, как все запущено. Но есть русская хорошая пословица – глаза боятся, а руки делают. Поэтому я думаю, что если будет поддержка краевых и городских властей в этом вопросе, а мы ее чувствуем, мы в Изумрудном ее прекрасно чувствуем, потому что идет зеленый свет по всем направлениям. По юбилейному мы тоже увидели. Вообще зеленый каркас состоит из разных парков и скверов. Между ними есть зеленые коридоры, благодаря которым вы можете попасть из одной точки в другую. И, соответственно, отсюда вы сможете по этим зеленым коридорам в перспективе, если они будут развиваться, попасть и в центральную часть города, и не заметить, что вы находитесь на агрессивной среде города. В 22-м по программе благоустройства юбилейный получит около 80 миллионов рублей. Что станет первым в списке работ, пока не ясно. Но активисты уверены – теперь назад дороги нет. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.